Рекорды страны на телерадиоканале Страна.ФМ Доброе утро, это понедельник, 16 октября, Никита Некрасов в студии, я, Лиза Калинина, и мы начинаем нашу рубрику рекорды страны, такая глобальная, мощная. Как обычно, по понедельникам мы вам рассказываем о самых значимых, самых крутых, самых фантастических рекордах, которые были установлены у нас в Россиюшке-матушке. Не только расскажем, но и покажем. И покажем, поэтому, друзья, вам, если вы вдруг только слушаете нас, вам непременно сейчас надо, ну, если еще приложение не установлено, а я сомневаюсь. Или у вас нет триколора. Да, или нет триколора. Устанавливайте себе приложение, которое доступно для любых платформ. Приложение, так и называется, Страна.ФМ. Да. И там вы можете нас не только слушать, но и смотреть. Вот, смотрите во все глаза, потому что в этом часе будет только интересная информация. И мы, естественно, хотим сказать, что Книга рекордов в России предоставляет нам эти рекорды. Если вы хотите прославиться на всю страну, хотите, чтобы мы рассказали о вас в один из понедельников, то заходите на сайт книгарекордовроссии.ру, в разделе «Установите рекорд», заполняйте заявку, ждите ответа. Вот, но очень важное условие есть. Вы должны быть гражданином Российской Федерации. То есть, когда вы туда заходите, показываете в монитор компьютера свой паспорт с пропиской. Да, ну и подумайте, какой рекорд вы могли бы установить, чтобы такого вы могли сделать. Либо вы уже это делали, но никто об этом не знает, а героев надо знать в лицо, я так считаю. Просто, знаешь, вот мы сейчас сегодня, наверное, тоже в очередной раз расскажем, люди там что-то приготовили, еще что-то. А бывает же, люди всем двором это готовят каждую неделю. Никто об этом не знает. Мясечково только такое мероприятие. Заходите, делитесь и прославьтесь. Лиза, какой ты можешь рекорд установить? Ой, я не знаю. По скороговоркам могу что-нибудь сделать. Да, я очень хорошо читаю скороговорки. Надо подготовиться и установить рекорд. Но у тебя есть российское гражданство? Ты знаешь, да. Вот, хорошо. На работу взяли, есть. 50% успеха у тебя уже. А у Елены Князева есть личные? Да, личные. Рекорды. Страна у нее целая. Продолжается наше замечательное понедельничное поражающее воображение и фантазию. Рубрика «Рекорды страны», которая проходит совместно с Книгой рекордов России. Мы вам рассказываем о самых интересных, значимых и вообще фантастических рекордах. Да, интересно. Да. Итак, мы вот сейчас хотели бы показать, вы его и увидите, и посмотрите один рекорд. В общем, это видеоролик, который составлен из наибольшего количества живых фотографий. Каждая фотография длится 5 секунд. И сделали все это работники одного предприятия. Филиал Азот ОАО ОХК Уралхим. Город Березники, Пермский край, 2705-2017. Приняли участие 2789 человек, и хронометраж фильма составил приблизительно 4 часа. Это, понимаешь, «Властелин колец», буквально. Если у вас есть 4 часа свободных, то давайте оставайтесь с нами. В общем, запускаем ролик. В общем, фильм этот снят к 85-летию завода. Организатором вручил сертификат Книги рекордов России Леонид Синаторов, главный эксперт Книги рекордов России по Центральному федеральному округу, специально прибывший из Москвы в город Березники. Вот так вот. Филиал Азот – это производитель минеральных удобрений. В общем, единственное предприятие России, которое выпускает высшие олифатические амины. Ну ладно, в общем. Ребята сделали классный ролик. Четырехчасовой. Четыре часа. 2789 человек. Вот смотрите, раз, 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 меняются. Люди меняются, и меняются имена. Вот, побежали, 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 побежали. О, ничего себе. Ну это правда рекорд. И в углу экрана идет счетчик, который вот сейчас останавливается. Четыре часа людей. Две тысячи триста шесть, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну вот, понятно, в общем. Семьсот. Ой. Еще ролик так прикольно смонтирован. Да, просто люди едут. Ну да, но все равно он такой, интересно. Ну, соответственно, мы тоже объявляем информацию, если вы хотите побить данный рекорд и свой установить, вот побить этот рекорд, то на десять процентов нужно увеличить количество людей. И таким образом в вашем ролике должно принять участие 3068 человек. 3068 человек. То есть это получается, фильтр будет длиться пять часов. Я предлагаю просто другому филиалу Азота, допустим, не в городе Березнике, а в каком-то другом городе снять, и они же между собой. Да, можно не снимать, а просто к этому добавить, демонтировать. Демонтировать. Ты так что, просто лайфхак какой-то подсказал другому филиалу Азота. Ну а что, это же тоже предприятие. Они просто к этому ролику демонтируют количество людей. Ну да. Сколько там? Всегда трех тысяч. На такой фильм пойти в кино, ты просто одуреешь. Ты четыре часа с попкорном просто смотришь, едущий паровоз. Вот, еще один лайфхак от Лизы Калининой. Каким образом установить рекорд? Пойти в кинотеатр и посмотреть ролик четырехчасового филиала Азота. Слушай, подожди, Никита, это вообще прикол. Представляешь, сказали за воду, ребята, там тебя будут показывать. Они говорят, так, подожди, а меня в котором часу? Я на какой минуте? А секрет? Ты, 1935-е. Люди даже идут на себя посмотреть, когда он проедет. Нет, сказать секрет, сиди, смотри целиком. Это обалдеть, четыре часа. Ничего страшного. Я так альбомы, фотоальбомы не смотрю. Ты должен быть патриотом филиала Азота УАО «Уралхим», город Березники, Пермский край, 2705-2017. Ладно, мы напоминаем, если вы хотите установить свой рекорд, заходите на сайт книгароссии.ру. Книгароссии.ру. Может быть, вы станете новым героем. А понедельников у нас, о-о-о, впереди, у-у-у, как много. Ладно, передаем привет городу Березники. Вы, конечно, сделали невероятное. Меня это очень удивило. Вы реально патриоты. Песня Ленинграда посвящается вам. Поехали. Доброе утро, телерадиоканал «Страна-ФМ». Мы продолжаем. Рассказываем рекорды страны. Это наша постоянно понедельничная рубрика. Совместно с книгой рекордов России она проходит. Самые важные, значимые, фантастические, поражающие воображение рекорды только у нас здесь, на телерадиоканале «Страна-ФМ». И сейчас мы вам расскажем о-го-го-го-го. Это вообще, конечно, опять патриоты впереди планеты всей. Четко патриотка. Да. Никита, самый большой флаг в России и вообще России был... Ро. Да. Точка Ро. А значит, не точка Ро. Точка Ро. Развернут на наибольшей высоте. Мало того, что он еще самый большой, так еще и высота самая высокая. Да. Вот. Высота 4080 метров. А размер флага 969 квадратных метров. И если вы сейчас нас смотрите, я прямо сейчас показываю вам фотографии. Вот так вот эти люди несли этот флаг. То есть здесь очень много, большая толпа человек. Не знаю, сколько, но человек 20 точно... 18. А, 18, да? Я не попал чуть-чуть. Вот. Я просто на картинку смотрю. И теперь 18. Значит, несут они, несут здесь с лыжными палками, все такое перелистываю фотографию. Оба-на! Они уже развернули. И это были ребята, действительно, патриоты Российской Федерации. Они уже много раз доказывали. Да. Ночные волки. Ну, естественно. Кто еще? Клуб «Ночные волки». Вот они развернули флаг, значит, здоровый. И под ним, естественно, положили свой флаг. Да, при поддержке экологического движения «Живая планета», общероссийская организация «Родной край», общественного объединения «Каскадеров-Мастер». И в качестве проводников группы выступили, в общем, участники Федерации альпинизма, скалолазы, спасатели МЧС. И, как я уже говорила, в экспедиции приняли участие 18 человек. Ну, а если вы хотите побить этот рекорд, вот вы видите картинку, да? Да, вот такой вот флаг большущий, огромный. Вот еще раз перелистну вам фотографии. Флаг должен быть больше на 10% и составлять 10 066 квадратных метров. А только флаг ли должен быть больше? Либо на высоту больше занести? Здесь указан только флаг. Но я считаю, что эти же ребята, как я люблю, могут подняться выше с этим же флагом, где же составы высоту. Дошить к нему полосочку, еще одну какую-нибудь. Там у нас белый, синий, красный и еще какую-нибудь. Белого просто больше сделать. Или перевернуть, сделать флаг Франции, допустим. И подняться выше, например. Но так мне достаточно только увеличить флаг на той же высоте. Регистрируйтесь, участвуйте. Ой, смешно такое. Так, у нас дальше Валерия Меладзе, но сразу же после рекламы, друзья. Прощаться нужно легко. Потому что реклама важнее. Оставайтесь с нами. Рекорды страны. На телерадиоканале «Страна-ФМ». Так точно. Все-таки, Никита, какой у нас дружный народ. Вот все они любят делать вместе. Понимаешь? Конечно. Мы берем большим количеством людей. А ты помнишь песню вот эту? Вместе весело шагать по просторам. Ну, это об этом сейчас. Да. И подпевать лучше хором. Правильно. Телерадиоканал «Страна-ФМ» и «Книга рекордов России» продолжает знакомить вас и нас, собственно, с установленными рекордами в нашей стране. И сейчас будет самое массовое исполнение песни «Внимание!» за полярным кругом. Вот казалось бы, где еще спеть песню? Да. Уже здесь в ДК у себя спели, во дворе спели, под гитару на кухне спели. Никита, какое ДК? Так еще таким составом. 5 тысяч 556 участников. Это просто микросело какое-то. Смотри, явно люди не перфекционисты. Явно. Должно было быть 5 тысяч 555. Цифра 6 мешает. Кто-то с ребенком расписал. Оставить было некуда. Учли. Сейчас, внимание, в видео все ищем ребенка. Прямо сейчас. Смотрим. Поехали. Рекорды страны. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Так, это не мы поем. Городской дом культуры при поддержке игроков проекта World Wars. Значит, в городе Дудинка Красноярского края был установлен от рекорда 16 сентября 2017 года. А, ровно месяц назад, ровно. Да. Сегодня 16 октября. Да. С 2017 года. Ну, в общем, месяц назад, день города Дудинка Красноярского края. Более. Что? Что это? Написали более, они написали число. Короче, 5 тысяч 556 участников спели песню на набережной площади, воспевали «Родной город». Вот. Вот они поют. Видишь, и дети, и взрослые. Давай послушаем. Вот. Синих южных рев. Рекорды страны. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Это неофициальный гимн города. Угу. И установили вот рекорд, ребята. Молодцы же, правда? Вот. Мы, конечно, сказали, пошутили по поводу детей, а там, правда, и взрослые дети ведь пели. Конечно. Вот. 5 тысяч 556 человек. Да. Да. Так. Ну, что? Если вы хотите, друзья, перебить этот рекорд, а? Да. Надо на 10% больше. Надо, во-первых, поехать в город Дудинку. За полярный круг. Да. Вообще в любое место за полярный круг. Да. И на 500 человек увеличить состав. То есть на 10%? На 10%. Да, на 10%. И, возможно, в следующий понедельник «Страна.ФМ» расскажет о вас. Ну, так они не успеют собраться быстро. Ну, хорошо. Я, кажется, эти успеют. А еще репетировать же надо. Ты че? Ты че? Ну, какой репетировать? Никто не репетировал там. Пели от души неофициальный гимн. Душой? Душой, да. Ну, кстати, вот сейчас, когда мы слышали песню, я не услышала голоса. Детей? Нет, 5556 человек. Такое ощущение не нравится. Ты знаешь, ты когда-нибудь в хоре пела? Да. Или в оркестре играла? Да, да, да. Вот. Я вот, например, на саксофоне в оркестре играл. И чтобы схалявить, ты просто делаешь вид, что ты играешь. А на самом деле там же оркестр, какая разница? Никто не поймет. Я так рот открывала. Вот, вот, и они пели двое. А сейчас остальные рот открывают. Что, 5556? Открывали рот. Ой, ладно, мы сейчас немножко отдохнем. У нас Мометроль ответственный за романтику. Вот, мне кажется, ты знаешь, Мометроль один из тех людей, который тоже сможет вот какой-то рекорд установить. Да вообще любой. Он рекордсмен. Да, однозначно. А он же, кстати, установил уже рекорд. Он же круглосветное путешествие, по-моему, в качестве матроса с своей командой. Сос-матрос в поддержку альбома? Да, и они были настоящими матросами. Ну ладно, давай посмотрим. Ну что ж, друзья, мы, как обычно, в каждом понедельничном эфире в книге рекордов страны, мы разыгрываем кепку от телерадиоканала «Страна Эфа». Рекордсменскую. Рекордсменскую, да. И у каждого из вас есть возможность эту кепку не приобрести, а выиграть. Приобрести за смс в вайбере или в ватсапе. Значит, вам понадобится телефон, ваш аппарат и номер нашего эфирного ватсапа, вайбера или смс-ки. 8-909-928-1-89-9. Сейчас мы вам зададим вопрос, дадим три варианта ответа. Ваша задача прислать правильный вот первым. Первый? Да. У нас будет победителем, да? Да, да, да. 31 мая 2014 года известный российский путешественник Федор Конюхов установил рекорд, показав кратчайшее время пересечения Тихого океана на весельной лодке в одиночку. Он преодолел свыше 17 тысяч километров, начав свой путь в Чили и финишировал у восточного побережья Австралии. И, внимание, вопрос. Сколько дней потребовалось, чтобы совершить этот переход? Итак, внимание. 80 дней, 160 дней или 240 дней. Сколько Федору Конюхову потребовалось дней на вот эту вот экспедицию? 80, 160 дней или 240. Итак, первый человек с правильным ответом, который пришлет сообщение по номеру 909-928-189-9, собственно, получит подарок от вас. Да, получит кепочку. Ладно, мы пока расскажем о рекордах, которые были зафиксированы в разное время. Самый маленький действующий велосипед в России. Мы даже можем его показать. Да, вы знаете, каковы его габариты? 50 сантиметров. Это длина. Высота 40 сантиметров. Диаметр колес 16 сантиметров. А вес всего лишь 6 килограммов. Меньше, чем весит моя собака. Ну что, посмотрим? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Игорь Баронас. Рекорды страны. На телерадиоканале «Страна-ФМ». Так. Итак. Я Игорь Баронас. Баронас. Можно создавать необычные велосипеды. Последний мой велосипед – микробайк. Микробайк. На нем можно кататься с собой. Вот это да. Маленький-маленький велосипедик. Прям, мне кажется, Виктор какой-то работник цирка. А так вот, сколько ребенку, наверное, 2 года уже можно, да, если исполнилось 2 года, можно садиться на велик. Мне кажется, даже… 2-3. О, классный велик. Красный, красивый. Ух! Рекорды страны. На телерадиоканале «Страна-ФМ». 3 декабря 2016 года рекорд был зафиксирован в городе Санкт-Петербурге. В общем, Игорь Баронас большой молодец. Так что велосипед зимой еще такой маленький. Пожалуйста, можно проехаться, если сможете, конечно. Еще один рекорд, о котором хотелось бы обязательно сказать. Это самая высокая каскадная детская горка в России. Значит, каскадная горка, она по длине, величине 7,8 метра. И рекордсменом стала группа компании «Авира» из города Перми. Значит, рекорд зафиксирован 11 октября 2017 года, вот совсем недавно. Игровой комплекс предназначен для закрытых помещений. Вот эта горка как раз. Он состоит из металлической рамы и двух степлопластиковых скат. Длиной по 21 метру каждый. Для снижения скорости спуска каждый скат изготовлен с шестью каскадами, расположенными под углом 24 градуса. Рекордная горка будет вмонтирована в игровой лабиринт и станет частью единого комплекса. Мне кажется, когда жюри рекордов России прочитала все это описание, они ничего не поняли, они сразу рекорд отдали. Молодцы, видите. Отдали, да. Ничего не понятно, спасибо. Так, самая длинная картина. Панорама Транссибирской железной дороги. Акварель. Длина 942 метра. А сохранившаяся длина 846 метров. Часть картины уехала просто. Владивосток. Да причем и этой длины 846 метров хватило, чтобы побить рекорд. Место картины, где она находится. Эрмитаж. И только сейчас ребята решили принять участие в рекордах России. Ой, да, русский народ, конечно, легендарный. Не победить. Да. Иногда смотришь на какой-то рекорд и хочешь сказать, я тебе не верю. А зря. Покажи картину. Доброе утро. Доброе. А на кого еще надеяться, если сам ту сетку не будешь? Конечно, естественно. Мы продолжаем рекорды, такие интересные, которые в нашей стране существуют. Одна из них мне очень понравилась. А, ну вот о чем я говорила. Концерт музыкальной группы, проведенный в двух наиболее отдаленных друг от друга населенных пунктах за одни сутки. Ну и кто ты думаешь? Да, ответственный за романтику Илья Лагутенко. Вот, Муми Тролль. 7380 километров в 11 часов утра в Владивостоке. А в 22 часов вечера... 22 часа. 22 часа. Калининград. Все это случилось 1 сентября 2011 года в рамках проекта «Муз-перелет». Ну, крутые же, ребята. Да, крутые, крутые, конечно. Как в воду глядела. Значит, самый северный населенный пункт в России, знаете какой? Какой? А я вам скажу. Называется он «Диксон». Это поселок городского типа на севере Красноярского края России. В Таймырском Долганоненецком районе. Полярный день длится с 5 мая по 10 августа. А полярная ночь с 11 ноября по 1 февраля. Неполная сумеречная ночь, когда солнце не опускается ниже 18 градусов, чуть больше половины года с 27 сентября по 18 марта. Итак, а мы готовы подвести итоги нашей викторины. И российский путешественник Федор Конюхов пересек в одиночку на Весельной лодке «Тихий океан», преодолев свыше 17 тысяч километров за... За 160 суток. Вот, и у нас есть победитель... И первый правильно ответил на этот вопрос Елизавета Глушакова. И вот Елизавета пишет, юху, круто, что я победила. Я вообще из Москвы, но сейчас уехала на Байкал. Буду в Москве после 6 ноября. Вы просто всегда со мной в телефоне. Класс. Поздравляем от души, заслуженная кепочка ваша. Итак, ребята, напоминаем, книга рекордов России.ру. Это тот сайт, куда нужно зайти и установить рекорд, если вы уже готовы. И в понедельник с 10 до 11 утра мы расскажем, может быть, о вас. Слушайте рекорды страны и смотрите. Никита Кресов был с вами. Ирина Калинина. До завтра. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На телерадиоканале «Страна.ФМ»